Диего я уже частично проходил эту игру а поэтому некоторые места уже буду вам подсказывать ладно меня тут как вы видели из рекламного ролика сюда только что сбросили хорошо что я должен узнать об этом месте я тут разговариваю с Диего этот человек из старого лагеря куда мы в будущем присоединимся расскажи мне об этом месте все что находится внутри барьера мы называем колонией ты уже знаешь что мы здесь добываем руду для короля ну по крайней мере в старом лагере в колонии есть три лагеря старый лагерь самый большой он был первым как добраться до старого лагеря как я смогу найти старый лагерь иди по этой дороге старый лагерь ближайшее безопасное место на твоем пути между лагерями шляются толпы диких тварей разгуливать там безоружным самоубийство а где мне взять оружие где я могу взять оружие когда дойдешь до старой шахты поищи вокруг я уверен ты найдешь что-нибудь сносное ее легко найти в нескольких метрах от выхода из ущелья почему ты помогаешь мне почему ты мне помогаешь потому что тебе нужна была помощь буллет не стал бы долго возиться с тобой ему нравится убивать таких как ты а я не хотел просто стоять в стороне и смотреть я же не просто так пришел сюда у меня есть для тебя одно предложение предложение? да я думаю после знакомства с шайкой буллета ты понял что тебе нужна защита каждый кто попадает сюда должен сделать свой выбор в колонии есть три лагеря и ты должен будешь присоединиться к одному из них я здесь для того чтобы показать новичкам что старый лагерь лучшее место для них а где сейчас буллет? а что сейчас делает этот буллет? он с остальными переносит в лагерь припасы из внешнего мира ты найдешь его там но если ты хочешь отплатить ему будь осторожен буллет опытный боец у меня есть письмо верховному магу круга огня извините помните там мне его какой-то маг дал перед тем как меня сбросили извините пожалуйста за шум это я тут что-то не то сделал и по-моему при записи через микрофон у меня немножечко искажается голос но ничего страшного у меня есть послание для верховного мага круга огня да ну мне дал его какой-то маг перед тем как меня сбросили сюда твое счастье что я последнее время не в ладах с магами любой другой мигом перерезал бы тебе глотку за это письмо маги хорошо платят гонцам а здесь большинство людей не имеет за душу и гроша на твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор пока не встретил кого-нибудь из магов правда тебе на это не стоит рассчитывать почему? маги живут в замке старого лагеря но только люди Гамеза могут входить туда так значит держим рот на замке и главное не проболтаться что у меня письмо так кто такой Гамез? кто такой Гамез? Гамез самый влиятельный из баронов он хозяин в старом лагере как сильнейший человек в колонии предположим я хочу стать одним из людей Гамеза а если я захочу стать одним из его людей что мне нужно сделать? у ворот замка ты найдешь человека по имени Торус скажи ему что тебя прислал Диего спасибо за помощь встретимся в старом лагере глава первая добро пожаловать а вон там стоят все чуваки которые меня сбросили жаль я только туда добраться не могу мне мешает магический барьер если я только попробую встать в него меня шарахнет насмерть а интересно было бы поговорить с ними ладно давайте пройдемся так нет туда нам забраться не получится ну тогда идемте по дороге тут вон тоже из старого лагеря два чувака я могу помочь тебе? что ты здесь делаешь? что ты здесь делаешь? контролирую чтобы никто не подошел к месту обмена в особенности эти головорезы из нового лагеря ты новенький не так ли? тебя ведь только сегодня забросили к нам да все таки есть держись подальше от парней из нового лагеря я да и все остальные кого ты видел в месте обмена работаем на старый лагерь с Диего? ты уже говорил с ним? да, поговорил да, поговорил хорошо, тогда ты уже знаешь что здесь к чему а почему мне следует опасаться людей из нового лагеря? почему ты советуешь мне держаться подальше от людей из нового лагеря? новый лагерь это тебе не старое где тихо и безопасно новый лагерь не получает товара из внешнего мира поэтому все что им нужно они просто крадут а старый лагерь? а старый лагерь? здесь всем заправляют бароны следом за ними идет стража и призраки ну а рудокопы в самом низу этой цепочки каждый кто прибывает сюда сначала работает рудокопом если хочет чего-то больше то ему придется потрудиться чтобы потом стать призраком когда я выплыл на берег один из этих типов ударил меня когда я вышел на берег один из типов встретил меня кулаком так со всеми новенькими своего рода боевое крещение а в старом лагере много еще таких людей? конечно всегда можно встретить какого-нибудь негодяя но если ты платишь за свою защиту тебя не тронут я видел что вместе с товарами сюда отправили какую-то женщину я видел как сюда вместе с товарами отправили какую-то женщину да бароны получают все что хотят ты хочешь сказать что за руду король присылает сюда женщин? они такие же преступницы как и все мы здесь они нужны Гамезу а потому не сидят в тюремных стенах там хотя не знаю что хуже ну да я уж представляю так мне нужно какое-нибудь оружие где здесь можно найти оружие? возле заброшенной шахты может что-нибудь найдешь это немного дальше вниз по тропе но лучше в драку не лезть какой-нибудь ржавой киркой в руках такие вещи тяжелые и неудобные да и оружием не назовешь неопытному бойцу лучше таким оружием не драться ну разве что в крайней необходимости закончить постарайся добраться до старого лагеря живым ну постараюсь тут страшник как идут дела? хорошо воры из нового лагеря сюда не заглядывают значит все в порядке ну окей идемте о тут мясные жуки ползают давайте их убьем с помощью кулаков их мясо нам потом пригодится сунтучок ну в нем мало вещей пока но зато полезных голубика немножечко тут подвисает ничего потом пройдет о вон там и кирка тут какой-то сундук еще один а вон там еще одна кирка еще факел а больше ничего интересного нету а тут да и тут тоже ладно давайте сохранимся и надо вооружиться хотя бы киркой о вон там первая тварь расхаживает молодой кротокрыс и так мы его завалили соберем мясо потом его чтоб поджарить рисовый шнапс да кстати я рекомендую не пить его иначе потом вы опьянеете нормально не сможете ходить ну-ка посмотрим ага ржавый меч гораздо мощнее чем моя кирка поэтому вооружимся пока им заберемся пока вот на эту гору посмотрим что тут интересного так о вон там два кротокрыса ах он собака сапнул меня блин а жизни то у меня мало надо подкрепиться давайте голубику съедим ах он собака все теперь порядок о а тут у нас эликсир дубина барчика голубик о и еще какой-то гриф а это падальщик тебе падальщик пришел капец еще один опыт и мясо ах ты гад клюнул меня ладно посмотрим что у нас там еще ух ты гоблин давайте его убьем готов шальшь только что его обыскать нельзя а больше здесь ничего нет есть бокал и кусочек руды ну руда это полезная штука аккуратно а то тут можно так сиярашиться что потом даже умереть вся жизнь снесется еще один падальщик убью убили мы его быстренько соберем тут все что есть о а тут кто то повесился о уже другой меч старый а он мощнее вооружимся им испытаем испытаем его на этом же падальщике ну по прежнему тремя ударами завалил но урона уже я ему наносил больше чем ржавым мечом тут тут травы росли орчи и листы серфис я их собрал О, и еще два падальщика. Давайте их тоже убьем. Да. Они меня ни разу даже не ранили. Теперь идемте дальше. О, там два чувака. Кстати, они из нового лагеря. Хоть мне советовали держаться от них подальше, но я знаю их, и им доверять можно. Эй, ты, что тебе нужно? Хочу предупредить тебя. Прямо за нами начинаются охотничьи угодья. А на кого вы охотитесь? А на кого здесь можно охотиться? На падальщиков. Мы добываем дичь. К тому же их не так уж сложно убивать. Нужно только знать как. Да? И как это сделать? Спроси моего напарника Дракса. Он в этом гораздо лучше разбирается. А почему это место настолько опасно? Почему эти места считаются опасными? Ты только что прибыл, да? В колонии нет безопасных мест. Каждый шаг таит какую-то опасность. На дорогах между лагерями не так опасно. Но даже там тебя может поджидать пара волков или ящериц, для которых ты станешь легкой добычей. И тебе от них не спастись, если у тебя нет ни хорошего доспеха, ни стоящего оружия. Ну, это понятное дело. А где можно найти хорошее оружие? Где я могу найти хорошее доспехи и оружие? У торговцев, в лагерях. Отсюда недалеко до старого лагеря. Иди по дороге, и без труда его найдешь. Но в новом лагере, с которого мы пришли, вещи стоят не так дорого, если, конечно, найти нужных людей. Если зайдешь в старый лагерь, найди Мордрога. Он один из нас. У него ты сможешь купить хороший товар по низкой цене. Ясно. Расскажи мне что-нибудь о колонии. Расскажи мне о том, что находится в этой колонии. Чтобы быстро найти дорогу от одного лагеря к другому, лучше купить карту. Так ты избежишь многих неприятностей. Я имею в виду встречи с разными существами, которых лучше никогда не встречать. Они обитают в разных ущельях. Избегай старых развалин. Здесь их очень много. Большинство из них – старые укрепления, оставшиеся со времен Первой войны с орками. Иногда можно встретить и покинутые поселения орков. А обычно в таких местах можно еще встретить орков или даже более опасных тварей. А ночью от таких мест вообще лучше держаться подальше. И мой последний совет. Не стоит бродить по местным лесам. Ну, я уже понял. Это я на собственном опыте знаю. Там действительно такие твари ходят, которых замочить моим мечом невозможно. Нужен меч гораздо мощнее. Ну и вообще оружие мощнее. А где я могу раздобыть карту? Ну, это я знаю. В старом лагере купить можно. Спроси об этом людей из старого лагеря. По-моему, там жил один картограф. Может, у тебя получится выудить у него какую-нибудь карту? А может, у него будет карта и для меня? А зачем эти карты? Разве он не продает их? А зачем это тебе? Разве он не продает их? Ну, за нее придется отдать не так уж мало руды. Ну да, представляю. Благодарю за помощь. Спасибо за помощь. Только не думай, что здесь все будут рады помочь тебе. Конечно, у новичка отбирать нечего. Но некоторые могут убить тебя просто потому, что им приглянулась твоя кирка. Я это запомню. Ну, хорошо. Говорим с Драксом. Ты ведь охотник, так? Ты охотник, да? Кажется, да. А что тебе нужно? Ты можешь подсказать мне, как лучше охотиться? Я могу обучить тебя, но все имеет свою цену. И какова эта цена? Для начала бутылка пива. А там посмотрим. Ну, есть у меня пиво. Вот. Вот твое пиво. Так ты расскажешь мне об охоте? Давай, пей. Эти места населены крупными птицами. Мы называем их падальщиками. Атаковать их нужно поодиночке. Выманить падальщика из стаи проще простого. Когда ты подойдешь ближе, птица забеспокоится, а потом стремительно бросится на тебя. Держи оружие на готове. Нанеси удар первым. Падальщик остановится, и у тебя будет тактическое преимущество. Тогда ты с легкостью его одолеешь. Ну, а если он ударит тебя первым, тогда... Но этого лучше не допускать. Можешь ли ты рассказать мне еще об охоте? Ты можешь научить меня правильно разделывать добычу? Конечно могу. Но на этот раз ты пивом не отделаешься. В здешних краях можно добывать шкуры, клыки и когти, если знать, как это делается. Но за это знание придется заплатить. Охотничьи трофеи обычно высоко ценятся. О, тут нужны очки обучения и пруда. У меня пока нет ни того, ни другого. Поэтому уходим. О, там три падальщика. Давайте-ка их убьем. О, они эти считают, что я на них собрался идти. О, новый уровень. Отлично, мы всех убили. Теперь у меня есть очки обучения, но нету руды. Идемте дальше. Мне уже надоело это слушать. Еще один. Все. Капец ему пришел. А вон еще один. Вон вижу какую-то крепость. Это старый лагерь вообще-то. Поговорим со стражниками. Так, что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? А ты как думаешь? Мост охраняем. Следим, чтобы ни один мерзкий ползун не перебрался через реку. Так, возможно, у тебя есть для меня какой-то совет? У тебя есть для меня какой-нибудь совет? Есть. Не броди сам по лесу. Ну, если, конечно, не намерен перебить всех тварей, живущих там. Понятно. Наведайся. Куда ты, он сказал? Можешь там купить карту? Ну, я-то уже знаю где. О, а вон там парочка карта-крысов. Ой, их даже три там. Давайте их убьем. Ой, тут уже простые карта-крысы. Они гораздо опаснее, чем молодые. Да, и кусаются больнее. Да, здорово, они нас, конечно, покусали. О, зато у них мяса больше. Грибы тут растут. Адские. Ха, странное у них название. Ну, ладно. И куда это мы идем? В лагерь. В лагерь. От тебя ведь не будет неприятностей, а, парень? Ну, думаю, не будет. Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Ладно. Раз так, проходи. Есть новости? Есть что-нибудь новенькое? Нет. Все по-прежнему. Ну, ладно. Думаю, на этом прохождение завершается. Если вы хотите увидеть дальше, то ставьте лайк. И не забудьте на канал подписаться. А кто уже подписался, не забудьте включить оповещение, чтобы первыми увидеть следующую часть прохождения или новые видео. И да, кстати, после того, как я еще начал игры снимать, как вы думаете, какую категорию мне выбрать для канала? А может мне вообще канал переименовать? Свои варианты категорий и названий пишите мне в комментариях. И еще, если вам понравилась игра и вы тоже хотите поиграть в нее, ссылку на скачивание я оставлю в описании.